Если спортсмены из большого, но видимого нами лишь в телевизоре спорта меряют свою жизнь олимпиадами, то для парней, рвущих железо в ближайшей качалке, главным стартом в этом не очень приветливом к ним мире является Арнольд Спортфестиваль. Детище легендарного Арнольда Шварценеггера. Это, мне кажется, самый известный американец. В любой стране мира знают, кто такой Арнольд Шварценеггер. Бодибилдинг, армрестлинг, силовой экстрим, пауэрлифтинг, миксфайт, греплинг. Если в свободное время вам в радость побаловать себя штангой, да поколошматить боксерский мешок, то в далеком Коламбусе вы почувствуете себя как дома. Поэтому главное, о чем думают в начале декабря все любители силовых видов спорта, так это о предстоящем американском турнире. Ведь до главного качковского старта планеты остается всего каких-то три месяца. А сколько еще надо успеть сделать? Тем более, если главная цель – получить приз из рук самого Терминатора. Ну это огромный спортфестиваль, это хорошее дело, о чем говорить. Тут подтягиваются, там поднять какую-то гиру, питаются, тут еще что-то. Тут же шоу проходит, там какие-то любители, там тут же стронгмен, тут же там недалеко армрестлинг, дзюдо, борьба, там гимнастика. Все на уровне, все на уровне. Арнольд все-таки, это Арнольд и все делает на уровне. Простые цифры. 20 тысяч спортсменов, 45 видов спорта, 700 фирм, участниц Арнольд Экспо. И 170 тысяч фанатов, которые за три дня все это безобразие посещают. И поэтому поехать туда, выиграть там, себя там показать – это для наших парней, ну это реальная американская мечта. Начиная с 2008 года в рамках Арнольд Классик, помимо розыгрыша призов среди профессионалов, стали проводить соревнования по любительскому бодибилдингу. Первым русским, взявшим золото на этом турнире, стал Павел Кириленко. Потом победу в Коламбусе праздновали Андрей Сорокин, Александр Кадзоев и Алексей Лисуков. Как видите, я грязный, но довольный. Победа в категории уже была, и, конечно же, нужно выигрывать теперь абсолютную категорию. Но стать абсолютным победителем американского турнира пока не удалось никому из наших спортсменов. В марте 2011 года в шаге от этой цели остановились Александр Кадзоев, ставший лучшим в категории до 90 килограммов, и Алексей Лисуков, выигравший сотки. Но титул абсолютного чемпиона из-под носа питерских атлетов увел. И победитель является... Ямори Матвия Шпотов! Здесь, может быть, судьи приняли какое-то свое решение. Если объективно было давать кому-то абсолютную, то должны были быть наши ребята. Помочь восторжествовать справедливости взялся абсолютный чемпион России Сергей Базаров. Я думаю, выступить и уже отдохнуть там, и уже пробовать, уже профиль в турнирах. Настоящий профессиональный бодибилдинг есть только в штабах. Деньги зарабатывать на этом виде спорта можно только в штабах. И поэтому наши парни приезжают на одной классик и стараются именно там заработать себе право стать профессионалом. Потому что ты выходишь на сцену, а тебя смотрят судьи, американские судьи, американские журналисты, американские производители спортпитера, твои возможные потенциальные спонсоры. Ты там выигрываешь, и они тебя узнают. Ведь не секрет, что для американцев любой титул, выигранный за пределами их страны, это пустой звук. И ты можешь на себя навешать все медали. С Европы, с мира, с чего угодно. Приехать в Америку, и тебе придется начинать там с нуля. Помимо борьбы с заморскими атлетами, Сергей планировал потягаться в Каламбусе и с товарищем по питерской дружине Алексеем Лисуковым. Для которого главным стимулом к заморской поездке является тоже карта профессионала, получаемая за победу в абсолютке. Ну, если мы поедем на 0 классик в Америку, то, естественно, основной целью будет победа в абсолютной категории, чтобы получить право в карту и бороться среди профессионалов. На одной категории разыгрывается одна профкарта. А здоровых парней, которые хотят ее выиграть, много. Но заморской дуэли двух питерских атлетов не получилось. За океан в марте Алексей не полетит. Вполне возможно, что именно участие в Арнольд-классик Базарова внесло коррективы в его планы. Да я думаю, Алексей просто как бы может не готов для начала. Вряд ли я его напугал. Опять же, Леха, у него нормальные объемы, ну, нужно смотреть, сравнивать. Но это только предположение. Алексей парень не из пугливых. Я занимался каратэ, как и сенькаем еще в школе. Скорее всего, причина кроется совсем в другом. По моему мнению, все равно я не готов для перехода в профессионалы. И уж тем более стоять на сцене, скажем, уже в следующем году. Конечно, лучше входить в профессионалы, чтобы тебя сразу же видели, а не быть где-то в 15-х числах, так сказать. Не очень хорошая реклама для спортсменов в первую очередь. Тем более, Арнольд-классик в планах Алексея остается. Разве что не заморский, а новомодный, европейский. С 2011 года Арнольд Шварценеггер начал европейскую экспансию своего детища. И в октябре провел в испанской столице первое шоу. Арнольд-классик Европа. Думаю, что на октябре выставить уже хорошую достаточно массу, хорошее качество. Достойно получить эту карту. И, соответственно, уже на последующий год готовиться к профессионалам и занимать уже достойные места среди них. Из всех российских будильюберов на сегодняшний момент реально, реально думать о переходе в профессионалы, реально, не гипотетически, только Алексей. И профкарта ему нужна по-настоящему. Но при этом Алексей с его победами, с его талантами, с его объемами, с его известностью за рубежом. Он как красная тряпка для наших будильюберов. И для большинства наших отлетов выиграть из Сукова такой маленький принципиальный момент. А то, что Алексей не поедет в Америку, это плохо. То есть мы лишаемся интриги. Но и в отсутствие Алексея в далеком Коламбусе Сергей Базаров все равно не останется без дружеского присмотра земляков. Санкт-Петербург по праву называют столицей российского бодибилдинга. И как бы далеко от берегов Невы не проходили соревнования, за заветное место на пьедестале обязательно придется побороться с качком из города трех революций. Так в следующем году попытать счастье за океан отправится еще один питерский атлет Игорь Выборнов. Заморский вояж он хотел совершить уже давно, но воплотить мечты в жизнь получилось только в этом году. Ждал, ждал, ждал. Все клюнул. Самый же спорт. Перед принятием решения о подготовке к соревнованиям необходимо действительно сначала оценить свои финансовые возможности. Вообще известно о том, что бодибилдинг это один из самых дорогих видов спорта. Кто-то там из американцев подсчитал, что один килограмм правильного набранного веса тела обходится, но это у них там в полторы-две тысячи долларов. Подготовка к соревнованиям для меня с учетом именно спортивного питания обходится приблизительно где-то от трех до шести тысяч долларов. С учетом того, что я сам этим занимаюсь, я для себя могу это сделать намного дешевле, чем для кто-либо другой. В Коламбусе Игорь, не выходивший на соревновательный подиум около трех лет, планирует принять участие в категории свыше ста килограммов. При этом переход в новую категорию для Игоря шаг обдуманный. Ведь главная цель, которую он поставил перед собой, победа в абсолютке. И самый реальный путь к этой цели – взять золото в супертяжелом весе. Я думаю, что нужно не останавливаться на том, что уже есть в России. И как бы попробовать все-таки в этот раз взять абсолютную норму. Вот такая получается интересная история. Перелетев полмира, чтобы взять золото самого престижного любительского турнира планеты, каждый из наших героев может уступить титул парню из соседней качалки. Вообще бодибилдинг – это достаточно субъективный вид спорта. И поэтому здесь понятие, честно скажу, победил, не победил, первый, второй, пятый, десятый – это понятие очень субъективное. Алексей Лисуков с Сергеем Базаровым планировали выступать в одном весе. Сейчас, как и ситуация Сергея Базаров и Игорь Выборнов, они опять же выступают в одном весе. Чем это грозит для нас, для болельщиков? Это грозит тем, что кто-то из них обязательно проиграет. То есть кто-то из них домой вернется ни с чем. Это при том, что каждый из них мечтает о самом крутом титуле, об Абсолюте. Ты полдня летел на другой край земли, вышел на сцену и прорал парня, который тренируется в двух автобусных остановках у себя. И что бы нам ни говорили атлеты, конечно, это неприятно. Но это пока в теории. Для начала нашим атлетам надо сделать по-настоящему хорошую форму. А это требует огромных усилий и железной силы воли. Прежде чем начать готовиться к соревнованиям, нужна база, чтобы были уже мышцы. Вот эту базу создаешь, а потом уже где-то за три месяца, ну, у каждого свои сроки, начинают перерываться углеводы, добавляться кардионагрузка. И, естественно, тренировки с отягощениями, и все в жестком режиме. И вот эти три месяца, вот это такие самые, самые тяжелые, наверное, последние месяцы, когда углеводов уже все меньше и меньше, кардио все больше и больше. И сил все меньше и меньше. И все же наши герои ради победы готовы идти на любые жертвы. И даже предстоящий Новый год проведут в тренажерном зале. До 12-ти кручу кардио, делаю час, а после Нового года ем грудки. Для меня сейчас цель, это март, начало марта. Это Арнольд Басик. Никаких Новых годов, никаких праздников для меня сейчас не существует. Это изменяется, скажем так, стиль жизни вообще полностью. Как вот говорил мой первый тренер, Алексей Никисанов, к примеру, если ты не сумел один раз поесть, считай, что день пропал зря. Если ты пропустил тренировку, считай, что две недели ушли полностью, пропали зря. И чем дальше, тем это строже, тем это четче. Как мы видим, питерские атлеты поставили себе максимально возможную цель и полны решимости воплотить ее в жизнь. Но на пути к этой цели их ждет много трудностей. Причем не только соблюдение жесточайшей диеты и каждодневно изнуряющие тренировки. Есть проблема, которую они создали себе сами. В Коламбусе нашим атлетам предстоит бороться друг с другом не только за заветный титул абсолютного чемпиона, но и за победу в весовой категории, а значит, домой кто-то из них гарантированно вернется ни с чем. Я думаю, что именно борьба со своими, с океаном будет даже хорошим поспорьем для судей. Смогут ли Сергей и Игорь преодолеть все преграды, стоящие на их пути? У каждого человека есть цели, и нужно ее достигать. Какой совет могут дать нашим героям атлеты, уже побеждавшие на американском турнире? Это тоже помогает готовиться, потому что чувствуешь ответственность. И смогут ли их семьи выдержать этот тренировочный марафон? Их надо награждать вместе с самими спортсменами. Вы узнаете из следующих серий. Редактор субтитров А.Семкин